Итак, привет всем любителям бокса, это Дмитрий Моисеев, и настало время поговорить о шикарном поединке Ковалёв-Уор, который закончился порядка полутора часов назад. Записываю я это видео достаточно срочно, так что простите меня за мной внешний вид, за то, как я немножко хаотично всё это записываю. Я не уверен, что слышно то, что творится на заднем фоне, но если всё-таки слышно, то это у меня спецын, поэтому простите меня за немного тихий голос, но другой возможности записать сегодня у меня уже не будет, а записывать завтра актуальность этого видео сильно упадёт. Итак, бой, естественно, я смотрел в прямом эфире, и так как я обычно достаточно объективно оцениваю, что, ну, скорее всего, предстоит посмотреть, чаще всего я или не разочаровываюсь, или даже вознаграждён зрелищем. Я не ожидал, что там будет трубка, яркий открытый бой, поэтому поединком я очень-очень доволен. Это был интригующий бой до, и мы увидели в итоге интригующий поединок, и до последнего момента неизвестно было, кто же победит. На самом деле призываю вас быть корректными, потому что понимаю, что у многих играют фанатские чувства, но просто выслушайте мою позицию, оцените её. Если вы не согласны, споймте, но давайте обойдёмся без оскорблений, потому что ВКонтакте я уже с этим столкнулся. Как вы помните, мой прогноз, если его кратко описать, состоял в том, что первую половину боя Орд проиграет в силу того, что Ковалёв будет свеж, он будет прессинговать, он будет чаще попадать, и за счёт активности первую половину возьмёт. Во второй половине боя и Орд приноровится к стилю Ковалёва, Ковалёв подустанет, Орд начнёт больше получаться, он будет точней, будет уже поактивней, возьмёт вторую половину, в итоге Орд победит близким решением судей. То есть, выглядит всё так, что мой прогноз точен. И, ну, отчасти это так, но самое забавное, что я со своим прогнозом в итоге не совсем согласен. И ещё интересно добавлять тот факт, что я смотрел этот поединок, считал каждый раунд, потому что бой очень важный, и чтобы предметно потом спорить, такие бои я сразу веду подсчёт. Значит, сразу вам оглашу каждый раунд. Первый раунд. Сразу отмечу, что ничейные раунды я не ставлю, потому что это практика современного бокса. Если раунд примерно равный, то я его отдаю одному боксёру, а следующий равный раунд я отдаю другому боксёру. В принципе, это практика действительно у профессиональных судей. Значит, первый раунд, на мой взгляд, был близкий, я его отдал Ковалёву. Второй раунд. Ковалёв уверенно выигрывает с нокдауном со счётом 10-8. Третий раунд. Уорд активизируется, и так как это тоже близкий раунд, а первый близкий раунд я отдал Ковалёву, соответственно, этот раунд я отдал Уорду. Четвёртый раунд. Близкий я отдал Ковалёву. Пятый раунд. Близкий я отдал Уорду. Шестой раунд. Близкий. Ну, дальше я по метке, если честно, уже не делал, но было очень много ещё равных раундов. В общем, шестой раунд я отдал Ковалёву. По итогу первой половины боя Ковалёв взял 4 раунда, Уорн 2. И это при том, что Ковалёв ещё и один раунд взял с нокдауном. То есть, дальше я понимал, что Уорду задача очень сложная, но на самом деле промежуточные подсчёты во время просмотра боя я не делал, так как смотрел очень внимательно. Дальше у меня седьмой раунд Уорду, восьмой Уорду, девятый Уорду, десятый Ковалёву, одиннадцатый Уорду, двенадцатый Уорду. Я уже предвижу, что множество людей со мной не согласятся. И я по этим раундам скажу так, явного преимущества там не было ни у одного, ни у другого боксёра, но Ковалёв достаточно явно подустал, начиная с седьмого раунда. Я заметил, что он замедлился, действовал уже не так жёстко, Уор, безусловно, хорошо прибавил по сравнению с первой половиной. Тем не менее, тем не менее, я честно вам скажу, что отдавал такое большое количество раундов Уорду скорее из симпатии к нему. То есть я сразу признаю, что вот те очки, баллы, которые я выставил, это означает судить поединок с симпатием к американцу. Итак, я досмотрел бой, и до этого я абсолютно не считал, что же у меня там получается. Начал считать, пока там сути считали, и у меня вышло 113-114 в пользу Уорда. И тут я столкнулся с такой своей мыслью, что, блин, по очкам у меня победил Уорда, но я не считаю Уорда победителем. То есть, с одной стороны, да, он там где-то был активный, где-то заспойлерил Ковалёва, где-то не дал в итоге разбить ему успех и так далее. Но вот если бы не было нокдауна, я действительно считаю, что в поединке победил Уорда. Но этот нокдаун очень-очень многое в этом поединке решил. И когда я вот эти очки увидел, что у меня победил Уорда, я сразу подумал, что во второй половине боя я очень много раундов отдал Уорду. И сам не стал соблюдать вот этот вот принцип, что один равный раунд отдал одному, другой равный раунд другому. Я сам нарушил этот принцип и слишком много раундов отдал Андре. Соответственно, нужно пересчитать один из раундов. Это были мои мысли. И тут судьи, наконец, всё посчитали, выносят вердикт, что такие же очки, как у меня. И я, если честно, уже... Знаете, сразу сложно в голове всё посчитать и понять. Возможно ли такой исход. Я, если честно, поначалу подумал, ну вот, значит, с этими очками побеждает Ковалёв. На самом деле, учитывая, что в поединке всё-таки был нокдаун, такие очки у Ковалёва, скорее всего, не могли быть для победы. Потому что, ну, тогда необходимо какие-то раунды выставлять ничейными. Ну, практика современных судей, что они всё-таки стараются называть победителя. Ну, я подумал, что победил Ковалёв. И тут единогласным решением побеждает Орд. Был я очень удивлён. То есть, понимаете, мой прогноз был про то, что Орд победит. И в целом картина боя была такая. Мои очки говорят о том, что победил Орд. И в целом судьи посудили так же. Но моё мнение такое, что Орд не победил. Вот такая вот забавная ситуация. Можете там, опять же, тоже меня критиковать за это и так далее. Я просто честно вам говорю, как есть. Ситуация эта мне напомнила примерно ту же, что в поединке проводников Алгьери. Проводников там даже дважды жёстко отправил Алгьери на настил ринга. А потом Алгьери чётко набирал очки и в итоге победил. И там, как раз в монологе о боксе по этому поединку, я вот вам говорил о принципах, что можно отдавать победу, исходя из того, что кто-то чемпион, соответственно, его нужно побеждать уверенно. И то есть это, знаете, судить с симпатией к чемпиону. Иногда судят непредвзято. Это самый честный вариант, но он не всегда присутствует. И, наконец, ещё один вариант, допустим, судить с уклоном, кто звезда. Или судить с уклоном, кто дерётся на домашней арене. Вот у меня здесь такое ощущение, что судьи судили этот бой отдать победу американцу на американской земле. Считаю ли я это жёстким ограблением Ковалёва? Пожалуй, что нет. То же самое я сказал и про поражение Проводникова. Но если судить непредвзято, пожалуй, я всё-таки поставил бы ничью. Да и, в принципе, и Ковалёву можно отдавать победу. Всё-таки он был чемпион. Хотя я и не приветствую, опять же, вот этот вот принцип, что чемпиона нужно побеждать уверенно. Судить нужно прежде всего честно. Ковалёв взял первую половину боя с нокдауном. Поэтому Орд взял вторую половину боя. Но вот этот вот нокдаун, конечно, оставляет ощущение, что Ковалёв всё-таки должен был побеждать. Поэтому, несмотря на то, что в целом мои симпатии на стороне у Орда, я, пожалуй, вот во второй половине боя у меня получается, что я отдал Ковалёву один раунд, у Орду отдал пять раундов. Я бы всё-таки изменил здесь один момент, что отдал бы всё-таки один раунд ещё Ковалёву. Соответственно, мы получаем 115-113 в пользу Ковалёву. Как бы мне не хотелось, чтобы я был прав в своём прогнозе, а я по факту прав, но если по-честному разбирать этот бой, я считаю, что Ковалёв всё-таки должен был побеждать, потому что нокдаун, потому что он чемпион. И Андрея бы тогда попадал, конечно, в сложную ситуацию, потому что его и так-то все избегали, даже без чемпионских титулов. А уж после того, как он бы потерял нолик в графе поражения, ему бы совсем оказалось туго. Возможно, это в связи с этим вот такое вот политическое решение. Тем не менее, у Ковалёва есть право на реванш по контракту, и нас ждёт ещё один интересный поединок, о котором, соответственно, мы там будем говорить уже в другом материале. Теперь давайте подведём итоги конкурса прогнозов. Монтировать я, скорее всего, не буду данный материал, потому что у меня просто нет времени. Соответственно, я сразу скажу, что подавляющее количество людей отдавало предпочтение Ковалёву. Причём, если смотреть опрос, я сделал скриншот опроса, мне удалось-таки провести достаточно популярный конкурс, я подключил свои знакомства, многие группы мне перепостили, это плюс в условиях конкурса был обязательно перепост. Соответственно, в опросе в итоге приняло участие 1825 человек на вчерашний вечер. Это очень хороший показатель для моего проекта. И если посчитать, сколько людей проголосовало за победу Уорда по очкам и победу Уорда нокаутом, получается 20,4%. То есть меньше четверти людей отдавали предпочтение Андреу Уорду. Конечно, нужно понимать, что мой материал распространялся в основном в русскоязычном сегменте интернета, соответственно, поклонников у Ковалёву было значительно больше. Поэтому здесь, конечно, нужно понимать, что очень много людей голосовало, исходя именно из фанатских чувств, из своих симпатий. Но одно дело – голосовать благодаря симпатии, другое дело – голосовать своим кошельком, то есть 90% этих людей на Ковалёва, конечно же, не ставили. А вот что касается прогнозов, то немало прогнозистов отдавало предпочтение уже и Уорду. Спасибо огромное всем, что вы писали эти подробные прогнозы. Здесь действительно мой-то прогноз был очень длинный, но некоторые написали такие талмуды, знаете, на мини-статью. Это меня очень порадовало. Жду от вас вообще мнения, как вам первый конкурс прогнозов, всё ли я сделал правильно. Может быть, чем-то я могу улучшить данный конкурс, потому что я всё-таки постараюсь проводить подобные конкурсы по интересным боям. Что же касается интересных комментариев, то, допустим, один из людей, с которыми я часто общаюсь, очень хороший прогнозист Владимир Б-Офф, его ник, он здесь в конце своего прогноза писал такую интересную вещь. Непростая работа предстоит боковым судям, которым будет тяжело определить победителя, но я считаю, что победу одержит Сергей Крашер-Ковалёв по очкам, ведь по большому счёту равные раунды судьи должны отдавать чемпиону, который проводит защиту своих титулов, а не претенденту. Да и по большому счёту бокс – это бизнес, и всем воротилам бокса выгоднее, чтобы победу одержал более зрелищный боксёр, который в будущем принесёт ещё больше денег. Естественно, таким боксёром является не Андрео Уорд, а Сергей Ковалёв. Рассуждение очень правильное, до боя я вообще слова бы не сказал по этому поводу, но оказалось совершенно противоположное. Соответственно, все равные раунды в основном были отданы Андрео Уорду, а победу в конкурсе прогнозов я отдаю также старому подписчику, с которым я не раз общался, он меня поздравлял с днём рождения и так далее. То есть, во-первых, он выполнил все требования по конкурсу прогнозов, он подписчик страницы BoxingBetsBlog, он на свою страницу сделал перепост, и зовут его Равиль Бабаев. Зачитываю его прогноз. Если смотреть на любительскую карьеру, то Уорд опытнее в профи, а позиция более сильна. Удар на стороне крашера, но навряд ли в этом бою будет нокаут. Также влияют факторы, где проходит бой, так что не исключаю, что Уорду могут немного натянуть победу. Уорд технарь. Он быстр, с хорошим джебом и хорошим клинчем. Он очень хорош в грязной манере ведения поединка. Ковалёв будет хорош первые 6-7 раундов, а потом будет постепенно уставать. И из-за клинча Уорд прибавит. Оставшиеся раунды возьмёт их себе. Но не исключаю, что может победить Ковалёв. Прогноз победы Уорда. Здесь он пишет разные варианты, разные очки. Ну, в конце он, собственно говоря, пишет 115-114. Ну, в общем, выбирая из всех прогнозов, где победу отдавали Уорду, Равиль Бабаев был наиболее близок, хотя, конечно же, не так точен. И были прогнозы вроде как расписаны более точно, но они, опять же, ещё дальше оказались от того, что мы увидели в ринге. Вот такой вот расклад. Я оказался прав в прогнозе. Равиль оказался прав в прогнозе. Он получает футболку от бренда Крашер. Надеюсь, это не последний конкурс прогнозов, и активность будет всё больше и больше. Резюмируя всё-таки всё сказанное, Уорг победил у судей, но несмотря на то, что мне эта победа вроде как выгодна, и я мог бить себя в грудь, что вот, я оказался прав и так далее, и всё я чётко посчитал, и всё я чётко предсказал, но ощущение у меня осталось, что победу всё-таки должны были отдать Сергею. И он в своём интервью потом правильно сказал, что я в США чужой, и я победил, но победу отдали местному боксёру. Пожалуй, это основное объяснение логичное. Тем не менее, и он отлично действовал, не дал ни скис после нокдауна. У него были, безусловно, удачные моменты, хотя убедительным он в итоге не был. Он именно сделал бой немного хаотичным, немного грязным. То, о чём я и говорил, но даже учитывая, что у него вроде всё получилось, не хватило ему немного убедительности, чтобы действительно считать решение в его пользу честным.